привет девочки мальчики понедельник сегодня первый день выходного дня моего ухаживать за волосами помыла волосы настроение нормальное но у меня тянет на поплакать я морально вообще выжата как лимон сейчас расскажу почему все поймете посочувствуете может быть что-то решила записать может потому что ничего не записывал в последнее время как-то меня трошечки накрыла просто хочется видеть спать ничего не делать вчера у нас был спортик день спины был кучу видосиков сделали фоточек позаписывали поснимали я сегодня проснулась 9 часов на так хочу спать клонит сон на мне сильно столько дел хоть бери пей кофе с кофеином как-то проснуться можно сейчас так и сделаю собственно говоря что за новости которые меня накрыли первое то что у нас опять прилеты как бы война да нечего удивляться но после того как долго таких сильных не было очень морально тяжело восстанавливаться после этого всего в голову лезут плохие мысли и думаешь куда бежать если везде война тут уже также живем дальше и надеемся на лучше самое неприятное это то что после коррекции глаз моих после лазерной коррекции прошло уже почти пять месяцев а либо класс у меня так и до конца и не восстановился и собственно по этому поводу я очень расстроилась потому что я не знаю что делать ну как я знаю что делать но я не знаю что у меня злаза поэтому я купила билеты в киев на те делал операции и на следующих выходных через неделю вот найдешь и будут я еду в киев на дополнительную проверку зрения и буду прочист думать что со мной делать мне что-то кажется что мне предложит повторную коррекцию но как видите рано радовалась этот глаз супер мне все устраивает все отлично замечательно а этот как-то не хочет учитывая что до операции он видел лучше все рекомендации врача я соблюдала даже трижды лучше чем нужно было потом я писала врачу шоп по поводу этого глаза тоже все его рекомендации сделала все капли купила прокапала но ничего не помогло поэтому придется ехать это жутко не люблю я не люблю передвижение я не люблю путешествие для меня это кадр а я человек вместо своего поэтому я потихоньку собираюсь с мыслями том что не скоро придется ехать другой город и опять переживать какие-то эмоции события и дальше все тянется одно за другим наступили резко холода и мне нужно опять куртка для меня это проблема поскольку я высокая и всегда от короткие рукава я уже научилась выходить из этой ситуации но как бы дошивать там все дела но было с чего дошивать девочки мальчики померила в одном магазине курточки мне ничего не подошло цены бешеные в общем надо будет сейчас еще или сегодня или завтра наверно же я не знаю короче может может даже завтра потому что сегодня возможно я физически уже не вытяну пойти куртки посмотреть мне просто нет желания даже это делать таком настроении обувь тоже надо посмотреть опять же на все нужны финансы и с такими ценами я не знаю теперь финансы естественно говоря при двух работах вот немножко вам поныло и хватит собственно говоря живым дальше выкручиваемся и еще одна проблема которая меня беспокоит помимо всех остальных это то что я набрала вес я восстановила витамин д пришли холода естественно нужно витамин д восстанавливать каким-то искусственным путем внедряем внутрь а у меня неусвояемость оказывается это витамин д меня на него дорогие я уже пробую третий вариант это детский жидкий витамин д и все равно от меня от него сыпет жутко сыпет везде я опять в прыщах в 33 года у меня что это так заманала если вы знали да прям крик души и вот это все просто наводилось наложилось я уже короче но это это как бы не все но сейчас которую я могу вам рассказать все остальное это такое житейское я вот у меня сегодня такой плакси введение вообще не хочу ничего делать мне это все накрыло мне тяжело от этого вы так в тяжелое время еще уйти все моменты проблемы я уже устала бороться с этим самостоятельно это требует много сил нервов финансов я устала я знаю что мне не сильно большие проблемы еще вообще проблемами назвать сложно учитывая что умирает люди остаются без рук без ног но как бы это моя жизнь это я ли у меня такие проблемы я не могу их обесценивать я забила на электроэпиляцию потому что тоже это тянет деньги мне сейчас растраты уходят другое место я еще не знаю сколько мне надо будет на зрение дай бог чтобы все было хорошо поездка в киев тоже не не дешевая вообще как-то все новое просто решила с вами поделиться я знаю что с этим справлюсь все будет хорошо просто хочется выговорить потому что по сути никому мои проблемы кроме меня получается же не нужны дома очень холодно отопление нас не включает я спасаюсь дуйчиком родители мернут не знаю где искать позитивы хорошие новости сейчас попью чай и буду уже собираться я уже посушила волос уже немножко накрасилась значит какие мне дела по городу мне нужно забрать посылку отнести и на работу это рабочая посылка на работе нужно кое-что доделать и забрать зарплату также нужно отнести куртку уже ремонт одежды я в прошлом году купила вот эту черную куртку с манжетами но она оказалась вообще не носибельная сама куртка хорошая теплая но не надо немножко поделать много нюансов и хочу пойти в ателье посоветоваться что-то можно с ней сделать и еще хочу зайти в офис pharmacy проконсультироваться по поводу уходовой косметики потому что то уходовая косметика которую мы сейчас мне абсолютно не нравится я хочу полностью обновить свой уход и сделать заказ в косметике новый это то те дела которые мне надо будет сделать городе вечером еще хотела с или нас на подружка встретиться пообщаться настроение все такое же плаксивая сонная на улице холодно и солнышко не придется в жилетке потому что куртку я понесу ремонт сейчас перекушу я уже говорила и буду выходить большой ветер очки есть но слава богу нет дождя такая у меня курточка у нее очень узкие неудобные манжеты мне тянет подкладка на рукаве когда я одеваю в средине тоже давит настолько что я уже прорвала подкладку вот просто дырка также мне не нравится какая она объемная хочу немножко уменьшить ее принципе это все что надо будет с ней сделать поэтому я сейчас сделала самое теплое фуде надену жилетку кепку еще надела и пойду относить все в ремонт скажу на улице достаточно тепло зря только нашу шкалась ну пусть будет как говорится лишним не будет лучше перед вечером не добиться сейчас может прогуляюсь немножко не выпустит какой теплый дух сразу пошел сверху солнышко просто сегодня еще светит да нормально так первым делом иду отнесу курточку в этот ремонт потому что короче чтоб с ней не таскаться а потом пойду на почту посмотрите как красиво у нас реально насушкано ладно буду идти не спеша не было жарко то не люблю ходить с мокрыми подмышками все надо будет решить как поехать в киев угадать с погодой чтоб не было холодно не люблю короче это все отдала общем курточку в итоге пол куртки надо переделать потому что сделана она очень похадно внутри неправильно сделана подкладка отвратительно неправильно обработанные манжеты и она сказала что можно взять подкладку на синтепоне и куртка будет теплее в принципе если она мне сделает ее на синтепоне подкладку эту то мне можно не покупать другую курточку она будет как раз на этот период достаточно теплая и можно короче этот момент убрать и не брать куртку на осень а уже смотреть куртку на зиму короче сейчас пойду заберу посылку на почту отнесу на работу и и сколько тут людей машин в центре вот и пойду пойду искать эти подкладки манжеты мне сделали нормальную курточку зашла на укрпочту там такая очередь все решила не стоять не ждать а пойду куплю ткани сразу магазинчик а потом уже заскочу на почту заберу посылочку на мне оплачено сегодня в понедельник я забыла и будет ажиотаж там просто не пропихнуться я уже давно не помню что вот такая очередь в курпочте так же иду сейчас выбирать ткани и нести швея кстати я там еще хочу зайти посмотреть обувь в одном месте как раз рядышком что у меня сегодня все дела возле нужных мест сделаны куча людей у нас как всегда иду уже все сил нет голова гудит а мне вообще нельзя кофе с кофеином пить потому что у меня идет воспаление в желудке и чувствую что мне придется взять какой-то кофе и выпить потому что я уже вообще без сил а сладкое мне надо прекращать есть потому что у меня и от него может быть аллергия короче с каждым днем все веселей веселей а склероз без молока вредно и того минус 400 гривен с кошелька на рукава и подкладку учитывая что купила курточку за полторашку в том году полторашка где-то 2000 если она мне обойдется это для такой переходной куртки вообще такая прикольная подкладочная ткань красивого стёганого впроя и манжет обычный красиво должно выйти аккуратненько хорошие ботиночки дорогие классические уши на ногу держите 2 40 . полукроссовка ботинки вот они сложены эти кожи сколько стоит сейчас даже 250 . чё такие прикольные такие мягкие как тапочки здравьте меня я купила себе ботиночки вот эти черные цены конечно трындец но вроде качество неплохое поэтому будем носить это хоть какой-то выбор из того что у нас есть пришла подбирать себе косметику в принципе мне обалденно нравится любого крема вот эти вот эти вот они являются просто просто пьетка пьетка ну вообще макияжа лучшая цена она сейчас стоит очень очень прекрасно это новая цена уже второй раз уйду этой дорогой короче ой помыла на волосы подобрали мне в общем косметику надо будет дома только сесть заказать сейчас я опять иду на почту пытаться забрать посылку рабочую отнести ее на работу сделать кое-какие дела на работе вроде как все и буду идти домой но я блин уже запуталась мне нам ВТБ надо было ну наверно придется идти еще ВТБ черта не видно уйдем день вот у меня сегодня называется сегодня называется лох ее боялась социофобия иду вообще пофиг на остальных снимаю себе все конечно смотрят но тем не менее стараюсь для вас поэтому лайк подписка как говорится и комментарий с вас я на работу Блохи будут на других переворотах не погружены. Да, но бережно и аккуратно бег с ребенком. Там заказала Ирина Волганова . В контакте Чима с дачей приемной . Там же, не достает, чуть-чуть, у него не заедет. ...и не увидел, что она пришла. Вот уже, вот уже. Да, да, это как-то из вас. Вши для меня, да? Нет, рисует. 0 240 700 там кто-то в электронке просил я искала свой диалог так девочки у меня для вас экстренная новость я уже домой все сделала короче зашла на работу у нас на первом этаже продает телефон и там работает моя знакомая не телефона а отсюда телефона всякие прибамбасы она говорит что заходила какая-то ее знакомая и какой-то наш посетитель просил и типа он видел меня в инстаграме фэсбуке спортом занимаюсь такое мои фоточки и внимание студия вопрос а что ты не подошел и познакомился не пришел на работу под предлогом что-то распечатать еще что-то с каких пор нас мужчины через каких-то знакомых пробивают чужих девушек в общем я дальше не стану что выяснить как бы мне непонятна вот такая логика у противоположного пола если нравится девушка тогда типа знакомься что ты себя ведешь как пятилетний мальчик ну короче вот так девочки у нас теперь мужики себя ведут я чувствую что прежде чем у меня появится новый парень если у меня вообще появится поскольку они настолько уверены в себе что просто они тупо не подходят скоро самим придется подходить парнем знакомиться позор вообще вам скажу что за полтора года одиночества так сказать я уже по-моему начинаю привыкать к тому что у меня никого нет и в моменты когда ты реально начинаешь посылать это нафиг и говорить что тебе это не надо начинаются вот такие истории типа знакомств только это трошки не те история которые хотелось бы вляпаться вот так вот короче уже пришла домой почти еще сегодня пойду с подружкой гулять общаться включусь потом попозже купила и вообще вот эти ботики такие маленькие аккуратно не будто кроссовочки очень мягкие очень классно чем-то похоже на мои пупы так что теперь на осень я пока одета обута точнее крыло его погреться вот буду ходить скоро я даже не помнить попадаем видео куда-нибудь но это кстати не очень красиво у нас подержит да аккуратно да аккуратно вау пришли в кафешку тут тепленько так стила снимай куртку ха 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 переба десертик и сейчас пойдем пить чай я заказала себе грибочки фри ангелинки цибулови кильца чаечек с вкусняшками будем пить сейчас кажется что это более козла а у меня грибочки нужно пить нормальные я уже дома сегодня была в офисе фармацев мне дали два пробничка тональников которые я сейчас буду тестить теперь будет у меня мой катрийский амуфляж обычно я уже буду делать щупу буду тестить по цвету насколько мне подходит как видите у нас очень светлый дальше пойдет славится польский какой-то ты сейчас и клеил так дальше я беру третий оттенок тонака от фамоси и так же верну вот второй оттенок тонака от фамоси Итого, этот я уже растушевала немножко, по-моему самый лучший подходит вот этот первый, это Liquid Camouflage от Catrice. В Farmacy пока мне что-то не зашли, они какой-то имеет подтон странный, желтый, но у меня лицо же не желтое, но маскирует неплохо, кстати. Все, девочки, мальчики, я уже умылась, посистила зубы и буду пытаться ложиться спать, если наши соседи, я сейчас не про этих соседей говорю, а про, сами знаете, кого дадут возможность поспать. И решила завтра уже сделать заказ на косметику и поработать. Спасибо, что были со мной, пишите комментарии.